Проблема потребления наркотических средств актуальна для большинства стран мира, в том числе и для Беларуси. Об этом вещают средства массовой информации, проводятся многочисленные акции, ведутся профилактические беседы, в которых участвуют психологи и правоохранители, служители церкви и медики. Брестское реанимационное отделение областной больницы – то место, где врачи нередко сталкиваются с пациентами, пострадавшими от передозировки наркотиков. Но еще чаще люди, употребляющие стимулирующие психотропные вещества, в больницу так и не доезжают. По области было зарегистрировано 20 отравлений, 20 передозировок, и в том, и в позапрошлом году. Один из них закончился и в 2013-2012 году летальным исходом. К сожалению, такие пациенты иногда даже не доезжают до нас. Почему? Потому что остановка дыхания наступает несколько раньше и заканчивается обычно фатально, практически на месте приема. Наибольшее распространение на сегодняшний день у нас имеют наркотики, это такие как спайсы, курительные смеси и марихуана, скажем, гашиш. То есть это, в принципе, все наркотики курительные, употребляются, скажем, путем курения. И подвержены, скажем, воздействию этих наркотиков и употреблению этих наркотиков. Это в основном молодая часть нашего населения, порядка от 16 и выше лет. Бывают случаи, что, скажем так, мы задерживаем и несовершеннолетних граждан, но это единичные случаи на сегодняшний день. В 2013 году на диспансерном учете в Брестской области состояло более полутора тысяч пациентов. Большинство – жители областного центра и крупных районных городов. Однако это только официальная информация. Реальные масштабы злоупотребления наркотическими средствами и сильнодействующими психотропными веществами в несколько раз превышают данные статистики. Очень много знакомых и друзей, которые с этим столкнулись. Некоторые сидят, некоторые болеют, у некоторых семья губится. Конечно, очень сложно с этим бороться. Я с этим не сталкивался, и с такими людьми тоже. Но это на самом деле очень большая проблема. И хотелось бы, чтобы люди задумались, в конце концов, что они делали со своим здоровьем и со своей жизнью. Я делал в том, что стараюсь таких людей обходить стороной. Ну, конечно, видел, как люди себя ведут в таком состоянии. Это, конечно, ужасно, потому что там реально люди не соображают ни головой, ничем. Распространение наркомании представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономики страны, правопорядку и безопасности государства. Поэтому говорить о проблеме стоит. В нашем городе этому вопросу уделяется повышенное внимание. Проводятся массовые профилактические акции, заседания тематических круглых столов, в выступлении специалиста в организации здравоохранения в СМИ. Может быть, именно благодаря информационной составляющей многие люди пробовать наркотики все-таки не рискуют. А тем, кто уже сделал шаг навстречу своей погибели, следует посмотреть в будущее. Там страдающие родные, потерянные семьи, загубленная жизнь. Увиденное должно остановить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова